Модификация Сразу скажу для тех, кто вдруг не в курсе Falscar это крупная квестовая модификация Добавляющая огромную территорию размером с 2, может быть 3 холда Skyrim Также добавляющая 26 новых квестов Что в сумме означает порядка 20, может быть 30 часов геймплея Там зависит от того, как вы играете То есть очень огромно, очень масштабно И многие окрестили этот мод неофициальным DLC То есть неофициальным крупным модом Ну и вот сейчас как раз хотел бы рассказать вам, что я вообще по этому поводу думаю И перед тем, как переходить к обсуждению модификации Скажу, что я не планирую вам что-либо спойлерить И здесь не будет никаких особых спойлеров Все будет довольно аккуратно и обтекаемо Чтобы не испортить вам впечатление от игры Если вы захотите поставить этот мод И давайте перейдем к сюжету Сюжет довольно простой Существует остров Фальскар На нем живут норды И у этих нордов есть пророчество о том, что однажды к ним придет странник Человек извне И он принесет страдания и беды на земле Фальскара Вот такой вот у нас синапсис Такая вот у нас завязка всего мода Все довольно просто и на самом деле не очень оригинально Или как-то, не знаю, неожиданно Такой обычный, стандартный, банальный сюжет И начать я хотел бы с минусов Если бы точно с одного минуса Это дизайн Он мне очень сильно не понравился Это по сути копия Скайрима То есть нет, я понимаю, что довольно глупо ожидать Какого-то пейзажного разнообразия От места, где проживают норды Но тем не менее Никакой изюминки Ничего такого нового Вот в архитектурном и пейзажном плане Модификации не добавляет То есть земли представляют собой Обычные березы, обычные ели То есть все стандартно Это как вы гуляете по рифту или по фолкруту Никакой разницы нет И города представляют собой копии Ну, не копии, копии в архитектуре В архитектурном плане Это копии либо Ривервуда Либо Айварстеда Либо, кажется, там был перекрашенный Вайтран Но я точно не уверен в этом И, соответственно, там также присутствуют Стандартные лесопилки Фермы Лагеря какие-то Заброшенные форты И, собственно, какие-то рощи Ну, пещеры, разумеется И, а, да И, разумеется, есть две мирские руины Без них же нам никуда Ну, и, собственно, все Вот и вся Вот и весь выбор Грубо говоря Мы, там, не знаю Возьмем южную часть Скайрима Переделаем ландшафт Меняем местами города Вот Вот вам секрет успеха Фальскара То есть там ничего Нету нового Ничего какого-то уникального По сути, это все Тот же самый Скайрим Только в другом виде Слегка перемешанный И сделанный на усмотрение Самого автора С плюсами все поинтереснее Потому что их больше И первый плюс — это диалоги Не сюжетная линия А именно сами диалоги Диалогов много Они интересны Их интересно читать Присутствует множество сцен Где показывается взаимодействие Персонажи между собой Часто можно поприсутствовать В самой дискуссии То есть можно посидеть Пообщаться, послушать Это необычно Это интересно И этого много Это здорово К тому же Как я понял Все Все тексты Все диалоги Они все озвучены Даже мародеры и разбойники Имеют свою озвучку Это очень круто И довольно здорово То есть С озвучкой все Все здорово Поскольку она вся новая Вся с нуля И это очень качественно И профессионально записано Ну и последний аспект Это саундтрек Который также записан Отдельно для Самой модификации Это кажется 48 минут Музыки Она довольно крутая И Сам Ост Мне очень сильно понравился Когда я его слушал Ссылка кстати на него Вроде бы в описании Я должен буду поместить Так вот Вроде бы три аспекта Они вместе хороши Это очень здорово Причем Сама сюжетная линия Она не интересна Она очень скучная И банальная Но вот именно диалоги Они очень интересны Вот просто для чтения Интересно их читать Они Такие Познавательные К тому же Можно у персонажей Кое-что поспрашивать Какие-то отдельные аспекты По сюжету То есть С пользой провести Время И вот После всех Плюсов и минусов Хотелось бы перейти К самому спорному Моменту этой модификации Это Популярность Самого мода Понимаете Все крупные Тест сайты Запостили одну и ту же новость В которой было сказано О том Что автору 19 лет И он хочет Работать в компании Bethesda Game Studios Вот он и сделал Модификацию Какой он молодец Там 20 часов геймплея Окей Окей Все здорово Но подождите Это же вторично Автор не сделал Ничего нового Во Во всех Аспектах То есть Это по сути Калька со Скайрима Такие же ландшафты Такие же локации Но из всех достоинств Это отдельные сюжетные Отдельные сцены В самих диалогах Их просто больше Чем в оригинальной игре Но при всем при этом Это то же самое Что и Скайрим То есть Там нету ничего нового В уникальном серии Я даже не уверен Что там По-настоящему Новые модели Это присутствуют В больших количествах Там разве что Трон какой-нибудь Или какой-нибудь Кусок камня Все То есть Когда я хочу Когда я выбираю Какой-то квестовый мод Я хочу увидеть Не только интересную сюжетную линию Но хочу еще Что-то в визуальном плане Получить Вы понимаете Фальскар Не в сюжетном плане Не в визуальном Особо не блещет То есть В визуальном плане Это калька со Скайрима В сюжетном плане Я уже сказал Все тухло По той причине Что сюжет Крайне простой И скучный Ну то есть Он сугубо американский И это никак не плюс Этого мода Если я хочу получить Какой-то Визуальный Новый опыт Я поставлю Лунные тропы Эльсвейра Там джунгли Там пустыни Я этого не видел В Скайриме Этого нет Это отсутствует И это интересно Именно поэтому Это интересно Если вдруг Мне сильно-сильно Захочется Какого-то Интересного сюжета Ну окей Я поставлю Возрождение Темного братства Там интересные квесты Там кстати Около 20 Если я ничего не путаю Это одна из ранних Квестовых модификаций Это очень интересно Там сюжетная линия есть Там сюжетные квесты Это интереснее Чем то Что я видел В фальскаре Иными словами Я был разочарован Этим модом Я ожидал нечто Большего От самой модификации Но В итоге Получилась Серая Калька Со Скайрима Без какого-либо Новшества Без какой-либо Изюминки Без каких-либо Визуальных Особенностей И Понимаете Играть в такое В такую кальку 20 часов подряд Это довольно утомительно Мне действительно стало Становилось скучновато В отдельных локациях Пещер Потому что это было Очень банально И уныло Вот собственно И все Я еще не знаю Что тут можно добавить Разве что Если бы в каждом Своем видео Я оценивал бы Модификации То наверное Фальскар бы поставил Где-нибудь 3,5 И добавил бы еще Пол балла За озвучку И в итоге Получил бы 4 из 5 То есть Озвучка Да Она хороша Она вытягивает Немного этот мод Все Назвать эту модификацию Мастхевом Я не могу К сожалению Поскольку Есть более интересные Квесты И продолжительность Которых Сродни Схожа Ну и Которые В сюжетном плане Поинтереснее Наверное Сейчас я Как-то разочаровал Многих Пользователей Которые все еще Не поставили Фальскар Но хотели это сделать Я все-таки Рекомендую вам Поставить Пройти хотя бы Первую пару Квестов Когда вы попадете На саму остров То есть Немножко там Побегайте Осмотрите все Крестности И сможете Оценить Как-то Мод Самостоятельно Но лично Я оказался Разочарованным И слегка Настроенным Как мне кажется Фальскар Это больше Переоцененная И распиаренная Модификация Нежели что-то Стоящее И интересное На этом У меня Все Если У вас есть Какие-то вопросы Можете Оставлять их Внизу В комментариях Я постараюсь На них ответить Спасибо за внимание С вами был Кальян И до скорых встреч Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok